Это разговорно-наративный развлекательно познавательный подкаст «Три истории». Это праздничный 150-й специальный выпуск. Сегодня... То есть подожди, подожди, вот разошелся. Я смотрю, ты по бумажке считаешь, ты вообще человек, ну ты человек, который работает на свадьбах и только по бумажке может. Он и летний, и праздничный, то есть сошлось все в одном? Это праздничный, специальный. А летний что с летним? Данил, ну ты все, ты спор. Поясни нашим слушателям. Я на бумажке писал текст. Я выступаю за обычного гражданина и работника. Давай. Что такое специальный выпуск? Почему, кстати? Юля, почему он делает вид, что он не понимает, что происходит? Потому что я слушатель, который нас первый раз включил. Почему специальный? Почему праздничный? Сегодня мы поговорим о работе авиадиспетчера. Уже все, никакого плана нет. Это мои слова были. У микрофонов Данила Таненков, Юль Недаля, Александр Нищук и Павел Лунев. Ты смотри, как психанул. Все же было расписано. Я должен был сказать, Юля Недаля. А я должен был сказать, Александр Нищук. И 150 выпусков, понимаешь? 150. А он не запомнил, что нельзя меня перебивать на старте. Что нельзя, что не делается так. Что не принято. Я тот чувак, который все портит. Так, у нас тут сидит Паша. Давайте познакомимся, конечно. А мы даже не поздоровались. Павел, приветствую тебя. Всем привет, всем привет. Рад видеть. Да, не будем делать вид, что мы Пашу не знаем. Ну, точнее как. Я-то Пашу видел, знаю. А я его минут уже 15 знаю. А Паша знает нас. Паша говорит, что нас слушает. Серьезно? Следит? Точно так. Ну, кстати, он авиадиспетчер, он может нас реально слушать. Где-то, понимаешь? И не подкасты имеется в виду, конечно. Мы с Пашей пересекались на футбольных полях плюс-минус. И у нас есть общий друг. Подожди, плюс или минус? Плюс-минус. Кто выиграл? Ну, он играл, а я плюс-минус. А ты хлопал и кричал. Да, да, да. Похоже на тебя, кстати. У тебя такая же роль и в подкасте. Да, да, кстати, так и было. Он заочно меня знал раньше, чем я его. Он комментировал матчи, в которых я участвовал. И всякое такое. Саша, подожди, ты еще и спортсмен, что ли, получается? Да, да. Ну, футбол, я так понимаю. А на какой позиции стоишь на поле? Позиции? Стоишь на поле. Занимаешь место. Просто Юля недавно пересмотрела сериал «Тед Ласса». Она разбирается в футболе. Она даже знает, что это тотальный футбол. Ну-ка, Павел, удиви Юлю. Нет, на самом деле позиции сейчас уже меняются. Как какой-то футболист сказал, не буду называть. Может, ошибусь. У нас можно. В общем, чем старше игрок, тем ниже он играет. Ну, это по... А я думал, чем выше любовь, тем ниже поцелуй. А это так же, да? Да, да. Это примерно то же самое, что уже скорости, может, не те. Но опыт добавляется. И ты понимаешь, что тебе нужно сделать с меньшей затратой сил и больше эффекта. Ну, эффективно, чтобы все было. Поэтому позиции меняются. Сейчас больше играю в обороне. Но начинал с нападения. Поэтому, как я уже и сказал, что чем старше, тем позиция ниже, ниже, ниже. Ну, ближе к своим воротам. И есть замечание. Как любителя, как зрителя, как болельщика, в конце концов. Что значит скорости в обороне ниже? Так это каждый тогда нападающий убежит. Это нужен Роберто Карлос. Или Коновара, который вцепится, как пёс. Тебе же говорят опыт. Где-то рукой немножко придержал. Где-то ногой ударил посильнее. Да, разочек по мышце. Всё, человек уже дальше не бежит никуда. Всё, извините. Это опыт. Ну, в общем, мы были условно-заочно знакомы. Павел, авиадиспетчер. Мы говорим о футболе. Да, да. Но я рассказываю историю. Историю рассказываю. У нас же подкаст называется. Три истории. Сегодня в основном будет рассказывать Павел, Паша. А мы будем молчать. Пока так и происходит. Ну, как-то хочется. Хочется, ребёнка, ребёнок придерживаться. Ну, вот. И у нас есть общий знакомый, товарищ, друг. И он пригласил нас на день рождения. Так, да. Большой стол. Данил, даже больше гостей, чем у меня было на день рождения. Но ты не пил, как обычно. Скучняк, да? Мы с Пашей оказались в одном части стола. Так, так. Ну, и как-то начали разговаривать. Беседу вести. Потому что стол большой. Все какие-то кучки разбиваются. И так получилось, что вот как-то... А вы разбились на команды. Так. Да, да. И вот как-то, я не помню, в процессе разговора выяснилось, что Паша авиадиспетчер. А я этого знать не знал. Ну, как бы, футболист, футболист. Все футболисты. Там за столом одни футболисты сидят. И я. Футболисты и ты. Это правильно. Молодец. Да. Ну, вот. И мы зацепились так языком, что я просто вот всё время... Так, в переносном смысле этого слова. Хорошем. Да не жжётся сегодня. Просто, просто. Прям вообще пушка, огонь, пожар. Нет, петарда, говорю. Петарда. Ну, и я понял, что надо Пашу звать к нам в подкаст. Говорю, Паша, приходи к нам в подкаст. Он такой, что такое подкаст? Вообще, о чём ты говоришь? Ты кто? Да. Примерно так и было. Какие языки? А, то есть он стал слушать три истории после того, как вы познакомились, и ты рассказал про подкаст. Да, да, так и было. Ах, вот как-то мы увеличиваем слушателей. Саша со всеми пьёт, но не пьёт. Да, да, да. И подсаживает на три истории. Ну, вот. И это было давно. Это было осенью. А тут я, значит, звоню Паше, когда мы уже договорили, и всё, записываем. Паша говорит, а я вас слушаю. Ничего себе. И он прям говорит, слушаю. Так, а мне интересно, а сначала или с конца? Вот так, попрочек. На самом деле, с самого конца начал слушать. Какой-то вот осенью момент был, да, когда мы познакомились с Сашей. Когда ты пришла, если ты об этом. И я узнал вообще о существовании такого подкаста. Ещё спросил, ну, как называется. Ну, естественно, нашёл. В общем, где-то, наверное, там 115-14 плюс-минус выпуск был. Может. Ну, могу ошибаться, но не сильно. Послушал несколько. Ну, и времени там, в принципе, на это нету. Но только когда там либо за рулём едешь, музыку всё переслушаешь, либо... Либо когда садятся самолёты, которым ты не симпатизируешь. Можно выключить, как бы насладиться. Либо это, ну, прогулки какие-то, да. И потом начал слушать сначала. Ну, от первого выпуска и далее. Угу. Вот. И пока я не знаю, сколько в сумме я послушал, назовём так, но вот, как Саша уже сказал, мы позавчера, по-моему, созвонились в моменте, когда я, ну, гулял по Питеру. И как раз звонок перебил прослушивание подкаста. Вот. Я говорю, слушай, тебя и тут, и там, да? Да, вашу маму и там, и тут показывают. Ну, на самом деле, очень интересно. Очень интересные моменты, познавательные. Надо так сказать, наверное. Короче, это реклама подкаста «Три истории». «Три истории» и в подкасте «Три истории». Да. Мы специально приглашаем людей, чтобы нас хвалили. Запомните, так никто не делал. Никто. Пять звёзд. Ну, значит, Павел, перевожу тебе вопрос с Юлией. Сначала или с конца. Вопрос был в другом. С Юлией лучше? Нет, это неправда. Да ладно тебе. Да, я просто спросила, мне интересно. Конечно, это неправда, но. Да давайте я отвечу так. Смотрите, что когда я начал слушать, было, наверное, уже Юля, да? Да. А потом, когда я включал из середины, из начала, я, наверное, несколько выпусков. Стыд есть. Не замечал вообще, что что-то изменилось. Что-то, я не замечал. Никто не замечал, но Юля заметила. И потом только в начале, когда Саша объявляет, я думаю, блин, по-моему, там другая была фамилия. Да, 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 женщина другая. Ладно, ладно, поговорили о том, что три истории. Вообще, конечно, Павла мы позвали поговорить о его работе, о работе авиадиспетчера. Ребята, сегодня у нас была скомканная шапка. Нет, отличная шапка, лучшая. Вот это начало, все такое между собой. Ну, вы понимаете, праздник, 150 выпусков. Да, мы все уже под шафой, конечно. Во все, да. Вот у нас тут практически на каждом углу. Рычал с устой. Так вот, работа авиадиспетчера. Я до того, как познакомился с Пашей, ни одного авиадиспетчера лично не знал. Вот вы знаете хоть одного авиадиспетчера лично? У меня друг работал в аэропорту, и он рассадкой занимался пассажиром. Это, конечно, не в том. Это авиадиспетчер пассажиров. То есть он говорит, ты здесь сидишь, ты взлетай. А подруга у меня на грузовом складе работает в аэропорту. В общем, я как-то... Что она делает? Ну, распределяет там груз. А грузит, а нагрузчиком работает? Да, да. Слушайте, вот я говорил, что женщины могут, когда захотят. Не говорил, так никогда не надо. Рассадкой. Он на токе регистрации стоит? Нет, нет. Именно внутри вес багажа, вес людей распределял как-то. Вес людей распределял, Саш. Если ты очень тяжелый... Это все мои познания. Хорошо. Хорошо, да. Так что будет интересно. А Паша авиадиспетчер. Реально, ну, ого, думаю, ничего себе. И, конечно же, первый вопрос. Паша, где учат на авиадиспетчеров? А авиадиспетчеров. Да. И на них. На самом деле я могу ошибиться сейчас в каком-то названии или в месте, может, оно уже не существует. В общем, есть три высших учебных заведения в России, которые готовят авиадиспетчеров. И они находятся в Санкт-Петербурге. В Москве одно. И одно в Ульяновске. И два есть колледжа среднего образования, которое, в принципе, достаточно для работы авиадиспетчером, и тебя примут на работу без проблем. То есть это учреждения, которые базируются на программе 11 классов. Туда нельзя пойти в этот колледж после 9. Вопрос. А тогда зачем заканчивать мне, как молодому человеку, университет или институт авиадиспетчера? Если я могу только колледж закончить, меня все равно возьмут. А в чем разница? Абсолютно резонный вопрос, потому что, на самом деле, я бы, будь чуть-чуть помоложе, я бы в первую очередь туда пошел. Но просто вопрос выбора в мои 18 лет, после школы 18, он у меня по-другому я на это смотрел. В общем, два колледжа точно также находятся в Санкт-Петербурге и один, по-моему, в Красноярске. Ну, могу ошибаться. В общем, действительно, да, обучаясь 3 года в колледже и 5 лет в институте... Родницы нет? Нет, наверное, все-таки... Это как высшее образование в любом месте, когда тебе дается огромное количество знаний, наверное, в общих... Ставка, может, другая? Нет, абсолютно нет. Попытство одиноко? И единственное, что даже удобно... Ну, единственное, для парней это вопрос армии потом встает. Пойдешь ты в армию, потратишь год и так далее. А в остальном разницы нет. И, кстати говоря, я учился вот в колледже здесь, в Санкт-Петербурге, уже имея высшее образование там первое. Многие отмечают, что колледж готовит лучше. Три года, но как-то интенсивнее, что ли? Да, потому что то ли больше часов уделено именно тренажерной подготовке, а это основная... Да, это основная часть твоего обучения. Да, есть такие же предметы там социологии, философии, математики, это понятно, общее. Но нужно тебе научиться это делать. То есть теория, читая книжки, ты не поймешь... Это боксер-теоретик, мы это любим. Да, и поэтому не то, что ценится больше, но как-то предпочтительнее в некоторых смыслах. И потом многие ребята, отучившись в колледжах в Санкт-Петербурге, в Красноярске, неважно, они приходят на работу, уже получают место, работают, и по целевому направлению могут поехать и получить высшее образование в той же сфере, на диспетчера в Санкт-Петербург, Ульяновск. И там вообще даже преимущества большие есть. У них дополнительный отпуск, помимо... Что это им дает? Вот зачем им ехать и получить высшее? Просто для самовыдетворения, гештальта какого-то. Ну, внутренние правила, или не назовем их законными, но правила меняются. И когда-то было, потом изменилось, потом поменяли, вернули, ну и так далее. Если у тебя нет высшего образования, то ты не можешь расти. Ну, в плане иерархии, да? Пословно, старшим диспетчером или... Старшим диспетчером, руководителем полета. То есть не ставим человека с колледжем образования календжеского? Вот на старшего не могу сказать, но на РП, да, ты не сможешь стать руководителем полета. Понял, тогда есть смысл. Тогда есть, да. И человеку, который отучился 3 года, уже работает, зарабатывает деньги, его допускают на сессии, он на заводчике учится, ему там проще это дается, естественно, за него это заплатило предприятие, дало на это еще дополнительно отпуск. У нас, если там у вас вопрос может возникнет, про отпуск я расскажу. Павел, у нас такая история, ты можешь сам себе вопросы задавать. Не обязательно. Это даже для нас лучше, конечно. Вот, на самом деле, да, ну, нужно отметить то, что когда говорят про авиацию, скажем так, первое, что приходит на ум, это, ну, естественно, самолет, пилот, стюардесса, да, наверное. Не тот порядок, стюардесса. Да. Ну, потом самолет, возможно, пилот, я вообще не думал никогда. Вот, и... Летит и летит. Наверное, половина людей, ну, может, кто нас даже слушает, не знают вообще, что существуют такие люди, как авиадиспетчеры, которые управляют самолетами. Помимо пилота, ну, как пилот управляет одним самолетом, да, ну, все понятно, он летит, управляет одним самолетом, их двое, в основном, в большей части сейчас везде. Вот. И вот он отвечает за, там, 200, 250, 300 пассажиров, в зависимости от типа самолета. Чтобы не упасть. Главная задача. Да, его главная задача от пункта А до пункта Б безопасно доставить своих пассажиров, чтобы ничего не произошло. На управление у диспетчера одновременно таких самолетов может быть, 25, 30, там, 15, и это все одновременно. Ну, то есть, ты общаешься одновременно с 30 людьми, ну, там, или 20 людьми. Пошли вопросы сразу. Ну, я вижу, мои коллеги молчат. Твои коллеги не успевают слово встать. Ну, и слава, возможно, это лучший выпуск будет. Вопрос такой, то есть, от начала до конца один авиадиспетчер ведет 30 самолетов, или только во время посадки он 30 берет как бы на себя. С какого момента? Нет, значит, что второй, да, как ошибочное мнение или так далее, да. Извините за глупый вопрос, там была тема, развивалась. Да, да, но мы обязательно дойдем до этого. У Павла есть план, это идеальный гость. У меня есть сценарий, если я собьюсь, я начну нервничать. Есть план, и ты его придерживаешься, я понял, идеален. Вот, и когда люди второе, что, да, слышат, что нет, я авиадиспетчер, я не пилот, ни бортпроводник, ни сотрудник аэропорта, который там на стойке регистрации, ну, на грузах сидит, или там на стойке регистрации, да. По весу распределяет. По весу, кстати, тоже это отличное место, потому что на самом деле мы все с вами разной комплекции и, ну, разного веса, роста и так далее, но в авиации каждый человек – это единица, которая весит одинаково. 80 килограмм, это правда? Да, а зимой… Серьезно? По-моему, 80 килограмм, да. Ты сейчас угадал или знал? Я уже почти сдал, я готов. Но что касается зимы, для зимы отдельно там добавляется, по-моему, или 5, или 10. Одежда, одежда. Дубленка, да? Дубленка, шапка, да. И снежный королева, Саша, нам занесла деньги. Там ботинки потяжелее у него становятся. И так именно вот распределяют по самолету, правильно говорят, что ты сюда, ты сюда, ты сюда сидишься, чтобы он был сбалансирован и не было… Если все 40 сядут вперед, не будет очень хорошо, да? Да, все верно, именно из-за этого, да. И распределяя людей в самолете, там уже и потом грузы точно так же распределяются. Ах, вот почему. Я думал, что вот девушка приятная, они же все на стойке регистрации приятные. Я думал, она распределять меня так, чтобы я сидел один, и рядом не было соседа. А она просто меня сунула тело. Просто ты пухляш, получается. Нет, это не важно. Во-первых, лимит в 240 килограмм наряд исчердишь. Во-первых, и ты пухляш с точки зрения регистрации, ты тоже весишь 80 килограмм. Да я хотя бы это не отрицаю. Ну да, вот так усреднили, что есть, да, люди там больше 100 килограмм, кто поменьше. Да понятно, это мелочи. 80-то поставят, по-моему. Может, я ошибусь, там, может, 5 килограмм туда-сюда. Ну круто, то есть распределяют. А я думал, чтобы друг друга не пинали и не мешали. Так вот, и что касается диспетчеров, да, люди, слыша такую профессию, услышав, они говорят, а зачем вы нужны, ну, в первую очередь? Что за люди такие? Да, ну, во-первых, ну, небо-то большое. Ну, там не уже, не уже ли... Не дорога, да? Ну, типа... Да, да, там же ничего себе, там целое небо. 3D-плоскость, конечно. Как можно там вообще что-то... А, ну, мол, врезаться или там как-то задеть друг друга? Да, 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 зачем они нужны? Мы нужны для того, чтобы обеспечить безопасность полетов всех воздушных судов, находящихся в зоне ответственности, скажем так. А зона ответственности у каждого определенных размеров, высот и так далее. И вот что касается вопроса по поводу... Ведения. Ведения одного самолета из точки А в точку Б, ну, предположим, из Ростова в Санкт-Петербург. Вот есть диспетчеры разных пунктов. Диспетчер руления, посадки, старта, круга, подход. Нет, Леня, это вот ты, видимо, знаешь, что это что-то. Нет, ну, нет, просто действие, например, там руление, это значит вывод на полосу взлета, так? Я понимаю, там старт-посадка тоже понятно. Это отдельный человек, который занимается только рулением. Каждый человек, да, только рулением. Да, и они отдельно на каждую позицию должны обучиться и получить допуск к работе. То есть человек... Который отвечает за старт, вряд ли руление его посадит, нельзя. Да, но есть какие-то пункты, они совмещенные, которые сразу получаешь на старт, на посадку. Ну, как категория А, Б, почти как водительские права. Вот, и точно получается, что, ну, на рулении показывают, как проехать, образно говоря, к старту полосы, и откуда, ну, взлетать и так далее. Когда он приземлился, точно так же руление говорит, куда ему рулить и на какую стоянку становиться, ну, чтобы он не заблудился. Есть же аэродромы для пилотов неизвестные. Конечно, первый раз прилетел. Вот, и он может ошибиться. Помимо вот этих команд, есть еще машина сопровождения с мигалочками оранжевыми, желтыми. А это тоже диспетчер. А он их... Он их заказывает для этого самолета, но образно. Я простым языком буду говорить. Ну, нас могут слушать люди, которые там более умные. Нет, нет, у нас простые. Как и буквоеды такие. Вот, и могут там в комментариях писать, ой, да что он там рассказывает. Но я не буду говорить какими-то научными. Простым языком для обычных людей, чтобы каждый... Чтобы Саша понял, ориентируйся так. Да. Вот мы опускаем планку до него. Нет, а лучше до меня тогда уже. Чтобы каждый понял, даже никогда не слышав об этом, без всяких специальных знаний или формулировок, чтобы все понимали. В общем, он дорулил до старта, передает его диспетчеру другого пункта старта, который разрешает ему взлет и так далее. Обычно это вот диспетчеры, которые вот занимаются аэродронным обслуживанием, они находятся вот как раз-таки в аэропорту. То есть это как бы авиадиспетчеры на земле, по сути. Они хоть и авиа, но земные. Земные, да. Они на вышке сидят? На вышке сидят. А они все видят? Да. Они смотрят, вот прям там бинокли есть, локаторы есть. Бинокли, как в театре? Да. Только побольше, наверное. А я думал, вот эти виды с палочкой. Сильно побольше, мне кажется. И в общем, они смотрят за состоянием на полосе, там снег, туман, это все может быть. И аэродром может быть большой. И не все может быть видно визуально. Скип-холл, например, в Голландии считается очень большим. Ну, наверное, ну, наверное. Но просто вот если несколько полос, могут быть два пункта старта, ну и так далее, чтобы было откуда смотреть лучше. Ну, дается разрешение на взлет и так далее. Вот самолет взлетая, пересекая определенную высоту или по дальности отдаляясь от аэродрома, он переходит к третьему диспетчеру, который продолжает его набор, назовем так, дает команду на дальнейший набор. При пересечении еще определенной высоты он отдает его, ну, пилота, самолет на управление еще одного диспетчера, диспетчера подхода. Сколько их? Есть территория вокруг аэродрома, в среднем 150-200 километров, если так просто говорить. Большая. И по высоте примерно 6000 метров. Это зона аэродрома называется. Выходя за эту зону, вот такой, как купол или как коробка какая-то стоящая вокруг. Да, я вам себе представляю. Уже попадает самолет на управление диспетчера районного центра, РЦ. Вот коим я и являюсь. И дальнейшее его движение от А до точку Б идет под управлением диспетчера РЦ. То есть от зоны контроля одного аэропорта до зоны контроля другого. Да. Все, что в воздухе, грубо говоря. Все, что в воздухе, это да, это то, чем занимается диспетчер районного центра. И, естественно, таких самолетов очень много. Кто-то только взлетел, кто-то летел издалека, и он в этой же зоне находится. И он усталый такой. Ну да, ну там капитан такой. Когда я уже долечу, насколько можно. Да, тем более сейчас, вот если касается Ростова, там так увеличилось все. Да, нагрузка? Нагрузка увеличилась. И увеличилось время полета в южные... А, потому что там крюк, да? Да, из-за ограничений. Паша, соответственно, он из Ростова сам. Я из Ростова, да. И в Ростове работает. Точно. То есть ты там рулишь? Да. И увеличилось на сколько? Вот сколько? Ладно, цифры. Мы же спортсмены любим цифры. Хотя вы, футболисты, какие вы цифры любите? 0-0? Вот я плавец. Там другие цифры, ребят. Короче, вопрос такой. Вот раньше, до известных событий, сколько было у тебя в ответственности? И сейчас. Насколько увеличилась вообще работа или нет? Или так и осталось, больше нельзя? Нельзя больше диспетчера загрузить, например, чем 20 самолетов, и он просто не справится? Слушай, я на самом деле так не могу сказать. Да, вот у меня была ответственность, да, в определенной зоне между Ростовом и Краснодаром. И летний период, самый насыщенный, да, самый загруженный и так далее. Все летят отдыхать, к нам на юг. К вам на юг. Хорошо, хорошо. Да, да. Мы, Южане, называем это к нам на юг. Так-так, я думал, я к себе на юг лечу. Ну ладно, хорошо. В общем, ну я не знаю, было, наверное, 20-25 самолетов. А что-то изменилось? Нет, изменилось только... Количество диспетчеров, наверное, больше стало, потому что самолетов больше или нет? Нет, нет, нет. Ну и вопрос твой отвечаю, да. Есть норма загрузки на диспетчера, выше которой нагрузки человек просто перестает справляться. Ну правильно, да. Это если на часы разбить, то у каждого сектора, ну он разных размеров, и поэтому, разные цифры будут отличаться. И чем меньше сектор там, тем меньше будет пропускная способность. Ну просто типа площадь, вот этот объем, да, сколько залетает в этот куб, квадрат, куб. Потому что место в небе-то, в принципе, так же и ограничено. То есть как бы не казалось, что... Да-да-да, ткни, да. Да, что там в небе найти друг друга, да, ну большое небо. Получается, что в любом случае есть определенное количество высот, на которых можно летать, и они могут быть все заняты. И, соответственно, интервалы, которые должны обеспечиваться между самолетами... Да, надо просто нажать, ну постоять, включить аварийку, затормозиться. Да, вот это самая большая проблема, которая у нас очень сильная. У вас там сложно на второй круг ходить. А так бы аварийку, да, и стоишь. Да, да, припарковался, подождал немножко. Там кофе попил. Вот, и поэтому, да, есть пропускная способность каждого сектора. Она там порядка 48-50, бывает, может, там где-то 45. Часовая пропускная способность. Допустим, 50 самолетов в час может обслужить этот сектор. Соответственно, диспетчер... Один? Нет, мы работаем по два человека всегда. Два человека работают, один отвечает за общение с пилотами, Короче, пара одновременно работает. Да, всегда это пара, дуэт. Диспетчер на управлении, который находится, он общается с пилотами, дает им команды, какие-то рекомендации, возможно, или информацию какую-то дает. Причем разные рекомендации могут быть там, например, в это лето джинсы зауженные. В это лето, может, лучше не в Сочи, вот это, да? Да, там сейчас много народа. Да, сейчас в Махачкалах красиво выглядит, да? Сейчас в это время года особенно. На их языке. А второй? А второй должен согласовывать все действия, которые не связаны с общением с пилотом. То есть пилот может запросить что угодно, там, снизиться, набрать, куда-то спрямиться, да? То есть это, ну, сокращение, угол срезать, назовем так. Ну, понятнее. И чтобы это все было правильно, второй диспетчер согласовывает со всеми смежными, ну, находящимися по соседству секторами, возможность дать такую команду. То есть нельзя в чужой сектор, там, ну, дать, там, это, грубо говоря, вот, зайти в гости и сразу пойти, не знаю. Так многие делают, да. Без спроса чем-то пользоваться, да? С холодильником, например. Ну, не культурно, вроде как. Паша, у меня такой вопрос. А как вообще в целом выглядит твой рабочий день? Вот из чего он состоит, сколько часов он длится и как часто он случается? Так, ну, значит, у нас рабочий день случается раз в три дня, назовем так, для простоты понимания. Мы работаем циклами утро, день, ночь. Утро, день, ночь. Начинается утро у нас в 7 утра. Ну, и вообще обычно каждая смена начинается с того, что мы приходим на работу и идем на медконтроль. В любом случае обязан каждый диспетчер пройти медконтроль, проверить состояние здоровья, чтобы он был в форме, в тонусе. И трезвый. Трезвый обязательно, да. Дышите в трубочку? Да, мы и дышим. И есть у нас выборочные проверки на наркотики. Ну, и если там какой-то фингал или там какая-то травма, это тоже могут не допустить. Если зубы болят, ну, тем более, да, потому что это одна из самых сильных болей, которые невозможно контролировать. Не до этих самолетиков в небе. Да, и после чего есть такая процедура, ну, время, да, что мы проходим инструктаж, где готовят диспетчеров, ну, к предстоящей смене. Подожди, вопрос. То есть каждый смене, я понимаю, там, готовят. Я сейчас представил такую ситуацию. Ну, это для вас, парни, похоже. Как тренер перед игрой прокачивает инструктаж. Соберись, мы выиграем эту смену. Да, да. Там всех разорвем. Тактику выработать надо. То есть серьезно каждую смену инструктаж какой-то? Да, да. Где рассказывается о метеобстановке, о каких-то ограничениях новых введенных, либо это будет что-то особые рейсы, да, которые нужно более внимательно смотреть. Правительственные. Может, какие-то там ограничения закрытия и так далее. Работа радиостанций, работа, ну, каких-нибудь там спутников, не спутников и так далее. Такая планерка, короче. Планерка, конечно. И на которой ты уже понимаешь, где, какие обстоятельства могут случиться. Есть ли там гроза, например, да, или, ну, какой ветер там, сильный или не сильный. Есть ли закрытие аэродромов, может, где-то ремонт полосы идет, да, мы же должны... И поэтому у вас там загрузка выросла, например. Ну, да, мы тогда предупреждаем, ну, самолеты о том, что сейчас, знаете, там закрыто будет в этот период времени, там, ну, на час, или уборка снега, зима это может быть, да. И либо самолет выбирает, там, следует, на запасной аэродром выбирает какой-нибудь ближайший, удобный ему, либо, говорит, ничего страшного, мы подождем. Да мы покружим, господи, ничего страшного, часик подождем, полетаем. Ну, вот. Ребята все спят, я обернулся, там, все пассажиры спят, они не заметят. Никто не спешит. Смотри, ты говоришь, утро, день, ночь. Как это, вот, что это? Три дня подряд. Да, три дня подряд. Утро, утро начинается с семи утра, ну, так не буду говорить там поминутно, но, вот, образно говоря. Ты сейчас напугал Сашу. Утро, в семь утра, Саша, понял? В семь утра начинается вот наша работа, и она длится до полчетвертого. Ничего себе утра. Приходя, ну, приходит другая смена, нас меняют в день, ну, день, который, да, это вот как следующая смена. Они точно так же, перед тем, как нас поменять, все прошли медосмотр, все инструктаж прошли, и приходят, нас меняют, да. Вот, и дневная смена длится до плюс-минус десяти часов вечера. Это, ну, для нас, вот, я утро сходил, вернулся домой, на следующий день я иду на работу к двум часам, к трем часам, ну, к двум, чтобы заранее успеть все вот это пройти, прослушать и так далее. И в десять вечера заканчиваю, возвращаюсь домой, и следующий день у меня ночная смена. Я прихожу на работу часам к девяти. Каждый день рабочие сдвигаются, условно, на восемь часов. На смену. Да, на смену. Хорошо, после трех. После трех дней, получается, да, после ночной смены в восемь утра я освободился, приезжаю домой и отдыхаю этот день весь, ну, который остался, да, и еще два следующих дня. Нормально. То есть, получается, если так грубо сказать, то три дня. Нет, я бы так не говорил, Павел. Как рабо, как это, поддерживающий пролетариат, я скажу, что два дня отдыха, потому что ты в восемь утра пришел, ты отработал свои восемь часов, ты спишь. Отцепной называется. Да, да, да. А дальше ты отдыхаешь два дня. Ну, в принципе, так и есть, да. Ни в коем случае при работодателе не говори слово «три дня отдыхаю», только два. Да, мой совет. И такие вот циклы, они повторяются постоянно, постоянно, постоянно. Да, да. Цикл длится, получается, шесть дней. И каждый раз, ну, считая свою загруженность на будущее, узнать, на день рождения пойдешь или на свадьбу, ты можешь просчитать, что у тебя смещаются твои рабочие дни. Просчитать так, чтобы на свадьбу не попасть. Сказать, слушай, ну, я работаю, извини. Да, на день назад всегда вот оно так сползает, можно так сказать. А, вы работаете вдвоем. Да. И вот ты пришел, сел за монитор или там за свое рабочее место, какое оно у тебя бы там ни было, и ты восемь часов работаешь. Нет. Есть нормы для работы диспетчера, в которых прописано в правилах авиационных специальных, что диспетчер не может работать больше, чем два часа подряд. Это регламентировано законом. Ну да, он встал, не туда. Два часа подряд, и после каждых двух часов обязаны ему сделать перерыв 15 минут минимум. А что делается в этот момент? Отдыхают, кто-то пошел покурить. А самолеты что делают? Так, нет, работает же другой диспетчер. А, все поняли, меняют. Да, у нас... А то пошли вдвоем покурить. Да, да, да. Работа сменная, и работаем 24 на 7, да. И получается, что нет таких случаев, когда никто не смотрит за самолетом. Ребята, ребят, на вышка, вышка, вы где? Да курием успокойся. Пускай садятся, там все просто, все светло, там, мана нет. Ну не знаю, если вставится это в историю или нет, можно, нельзя рассказать. Был такой случай. Если можно, у нас все можно. Когда переводилась, ну как есть у вас тут морская, летняя-зимняя навигация, да, для кораблей, пароходов и так далее, чтобы мосты разводили. Точно так же есть регламентные часы работы на аэродромах, то есть есть круглосуточные аэродромы, есть аэродромы, которые закрываются на ночь. Серьезно? Есть такие? Да, да, да. Типа все, уходим за блок и пошли. Да, все, то есть там остается, может, один дежурный диспетчер, который там, ну если аварийная ситуация будет, чтобы все нормально. Принять. Да, но это все все знают, но в плане того, что пилоты не будут туда соваться, они уже заранее знают, какой аэродром как работает и так далее. Тогда опережающий вопрос, а способен ли один диспетчер, ну то есть как бы принять? Ну то есть нормально все? Ну экстренная ситуация, аэродром закрывается на амбарный замок, но вдруг там... Я, наверное, неправильно сказал, что он один, ну, наверное, там есть какая-то группа дежурная, но по логике вещей... Короче, оставляют минимальный персонал, чтобы, ну, все смог, да? Чтобы, если что, да, чтобы все обеспечить, обслужить. И был такой случай, что, по-моему, перешли на другой режим работы, какой-то аэродром. Я не буду называть. И никого не предупредили, да? Нет, всех предупредили, но, видимо, сами забыли. Ну то есть там было такое, что вот полгода мы работаем так, полгода там с шести до восьми, а полгода с семи до восьми, да. И вот этот день, когда вот день перевода часов, назовем, да, который все забывали... Который Медведев отменил, да? Да. Так. Вот, то есть самолет уже идет в этот аэродром, а... Там все спят? Никого нет. Конечно. Нет, еще никого нет. Начинаем искать. То есть, ну, мы понимаем, что ему еще там минут сорок лететь, да, или там тридцать. Мы уже там связываемся узнать там, какие условия захода. Личные телефоны уже мобильные пробили. Да, ну так оно и есть, так и есть, потому что у руководителя полгода есть связь сотовая, ну, для связи. И так и вышло, по-моему, могу сейчас чуть-чуть прибавить к разок, что да, они просто перепутали время начала работы на час. Ну, пришлось, конечно, там потрудиться, чтобы все сделать правильно и безопасно. Ну, естественно, все так и произошло. Диспетчеры сидели в трусах, да, и сажали, да, там, ну, остальные службы. Они просто быстрее ехали на красный светофор, видимо, и вызвонили, давайте, давайте быстрее. Смотри, две вещи, две вещи. Во-первых, ты сказал, что часть ребят сидят в вышке. Ты сидишь на вышке? Нет. Ты сидишь не на вышке? Подваль. Нет. Мы управляем из Ростова также, есть у нас аэродром, он там за городом. Вот диспетчеры, которые я называл, да, аэродромная зона, они все находятся в аэропорту. Вот РЦ, районный центр, он покрывает большую территорию. Поэтому он вынесен где-то? Нет, он находится, у нас в черте города даже находится. Здесь, в Санкт-Петербурге, он находится тоже в аэропорту, ну, кстати, там, ну, или там какое-то соседнее здание. То есть это территориально, ну, рядом. А у нас разнесено. Территория нашего регионального центра занимает, ну, достаточно большую территорию между тремя морями. Вот Азовская, Черная и Каспийская. И все, что находится в этом южном участке нашей страны, от Волгограда, Воронежской области, там, Самарской, да, все находится под управлением диспетчеров, которые работают со мной вместе. И мы все находимся в Ростове. Именно небо в верхней, не аэродромной зоне, а вот верхнее небо, назовем это так, по-простому. А ты со скольких километров работаешь, с какой высоты? Я работаю с шести примерно. О, ты плохо слушал? Да, в начале говорили. Ну, в среднем до двенадцати. До двенадцати? Да. Это та высота, на которую идут, соответственно, эшелон в верхний, да, в двенадцати? Нет, бывает и повыше, но просто в среднем все летают... Так, стоп, я всегда думал, что десятка. Куда двенадцать? И в двенадцать летают? И в двенадцать летают, и в четырнадцать летают. Потому что стратосфера пошла там. Да, но сейчас есть бизнес-джеты, которые там и повыше забираются, да, которые там, они легкие, мощные и полетели. А там еще и воздух разряжен, сопротивление меньше, топливо и быстрее, наверное, да? Да, так обычно и бывает. А, вот почему они туда лезут. Короче... Да, да, и все хотят на самые выгодные эшелоны забраться. Чем выше, тем сопротивление меньше и быстрее все. Но иногда бывают другие факторы, которые этому мешают, это ветер, например, ну, чаще всего даже это ветер. А он там высоко уходит? Я думал, что... Ну, еще как, еще как. А чем ниже больше ветра или тем выше? Или какая-то есть... Ну... Вот уже пошли специальные вопросы. Или там с пяти до восьми самый сильный ветер? Нет, такого прям, такой статистики нету, что вот это тут всегда правда будет, но такого нет. Бывает такое, что, ну, вот на высотах, там, где-то в эшелонах в тысячах метрах-то 10-12, в час до 200-250 километров в час бывает. Ветер. Ветер. И это очень сильно влияет на полет, так же самолет... Сам самолет 800 летит. Да, да. Плюс 250 встречный. Да, да, да. Больше тысячи бывает летают. Но есть же обратная же сторона, что бывает он встречный, и тогда 600. Да. Ну, получается очень тогда плохо. Вот эти нюансы тоже влияют. И если возвращаясь в самом начало, да, вот я уже сказал, у нас зона большая, и секторов, ну, достаточно, у нас там 17 секторов в зоне ответственности нашего регионального центра. И получается, за каждым сектором сидит два человека, и самолет, летевший из, там, Ростова, допустим, в Санкт-Петербург, вот проходя вот там два, там два, 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 и вот все эти секторы по два человека, ну, наверное, порядка 80 человек обслужит самолет. Один. Один самолет, который летит из Ростова в Санкт-Петербург, к примеру, плюс-минус. Потом же, да, он прилетает в Санкт-Петербург, подлетает, он начинает снижение, и все в обратном порядке, его передают уже, там, сначала подходу, кругу, рулению, там, ну, вышка. Сколько в среднем уходит времени у тебя на работу с одним экипажем? Вот сколько ты с ними общаешься? Сколько они находятся в твоем секторе? Так вот. А, именно в секторе находятся. Разные сектора по длине и по территориям есть, ну, в среднем, если взять, вот, те сектора, где я работаю, ну, где-то минут 20, плюс-минус. 20 минут на управлении у меня находится один и тот же самолет. Вот. А общаюсь я с ними в среднем секунд 20. Ну, если все в порядке, дай бог. Да, неприятные люди, просто. Понятно. Он входит в твой сектор, ты с ним должен поздороваться, должен сказать, что ты его принял. Это важно. Ну, нет, ну. Есть какой-то, о, я понял, когда вы на кассе в пятерочке там что-то покупаете или в окей, есть речевой модуль. У вас есть речевой модуль? Например, я такой-то, такой-то, ты такой-то, такой-то, отзовись. Ну, что-то есть? Точно так. Выходит самолет на связь. Он всегда первый должен позвать, обратиться, что я такой-то, такой-то, я появился. А он первый здоровается, потому что заходит. Да, он, ну, он в гости пришел, да, больше. Он называет себя, ну, то есть, Аэрофлот, там, 111, да, у него есть позывной свой. И у каждого пункта есть свой позывной. Вот у нас это Ростов-контроль, да, вот небо. А можно сменить? Нет. Там, например, там. Ну, позывной самолетом можно сменить. Шаркс, Ростов-шаркс, тайгерс, ну, что-нибудь. Ну, что-нибудь привнести. Нет, мы же контроль, мы же контролируем. Вот мы и контроль. Поэтому он, обращаясь к нам, докладывает, кто он, где он находится. Он по жизни вообще. Чтобы ты его нашел на экране, увидел, понял, что это именно он тебя вызывает, да, этот, там, Аэрофлот, 111. Обращаясь к нему обратно, ты должен называть его и опять, ну, и тоже себя, чтобы он тоже понял, что он правильно вызвал. То есть, там, не в Ставрополь, не в Казахстан, не в Турцию обратился, да, именно в Ростов. Да, и дальше мы должны его опознать, что да, мы его поняли, приняли на управление. А что за опознавание? Ну, опознавание – это специальная такая формулировка. Маячки какие-то или нет? Нет, нет, ну, это в эфир говорится, когда опознаешь, что ты скоррелировал, да, получается, отметку с голосом и с… Вопрос. Значит, все, этот самолет, это он и есть, значит, все, вот грубо говоря. Вопрос. А я, ну, влетел, а я не Аэрофлот-121, а сказал Аэрофлот-121. Наврал. Может, я какой-то злоумышленник. Как вы определяете, что это Аэрофлот-121? Потому что человек не соврал. Он же может залететь, там же точка на радарах, а какая она там… Она же подписана у тебя на радаре, правильно? Конечно, да. Так нет, а я имею в виду, что у каждого самолета есть какой-то там маячок, не маячок или что? Как определять это? На самолетах сейчас современных на всех есть, ну, так называют транспондер, приемоответчик, который подает сигнал нам. Есть первичная локация, да, это вот только отметка, как вот плюс-минус, чтобы понимать. Есть вторичная локация. Та информация, которая хранится в компьютерах, в планах, план на полет, подает каждый пилот, каждая авиакомпания и так далее. И у него прописано в плане маршрут его, время пролета каждой точки по маршруту, откуда, куда летит, там запасные аэродромы, подписанный шелон, там, ну, достаточно информации. И когда появляется отметка на экране, есть сквок, да, четыре цифры, которые… Ну, сквок, мы это знаем, конечно. Его определительные, ну, четыре цифры, то есть они не должны повторяться, и в плане вбит эти четыре цифры, это как его, ну, не знаю, порядковый номер, скажем так. И машина, ну, компьютер, понимает, что, а, вот к этой точке нужно привязать вот этот план. И возле самолета, да, появляется такое окошечко квадратное, где написано, как его зовут, на какой высоте он находится, не знаю, скорость его… Маршрут, скорее всего, да. Маршрут можно посмотреть, также нажимая там на определенные кнопки, можно посмотреть, как он полетит. Поэтому нет возможности… Наврать не получится. Наврать не получится. Если он себя назвал неправильно… Это надо менять и сам вот этот транспондер, грубо говоря, если ты уже собрался врать… Да, ты уточняешь, а точно… Ну, многие там неправильно себя назвали, да, летит в одну сторону, с Ростова в Питер, летит там Аэрофлот-121, а обратно возвращается в 122. А он забыл. А он забыл, и говорит, что 121 бывает. Да, и он до сих пор говорит 121, а я… О, кушайте, пилоты я, я тебе скажу. А я вижу 122. Ну, он отдохнул в отеле в Ростове. Тяжелый рабочий день, переночевал. Ну, понятно, конечно, забыл. Есть план полета. Он знает, что он летит из Питера в Ростов, он пролетает там над каким-то сектором, он себя называет. Он должен идти в определенном эшелоне, на определенной высоте, с определенной скоростью. Ну, то есть, у него есть план полета, он ему должен следовать. Точно. Он всегда следует, или бывают ситуации, когда они выбиваются из графика, когда там погода, еще что-то. Да-да-да, безусловно, все бывает, и выбиваются из графика, и просят либо повыше, либо пониже, там, жалуются на все, что может быть. Ну, у Ламова это говорит, а можно и сейчас сесть, да? А можно, ну, куда-нибудь потеплее, да? Ну, вот он, на что он может жаловаться? О чем может просить? Чего он хочет от тебя? Жаловаться. В чем заключается твоя работа, да? Что он от тебя требует? Допустим, если, вот, как мы уже обсудили, да, есть встречный ветер, ну, многим это очень мешает, вот он летит издалека в далеко, ну, вот как-то так. И он понимает, что вот в данных условиях он не... Не успеет. Не долетит, да, то есть, там, сопротивление встречного ветра настолько сильное, что... Объективный условие, что не уложится. Расход топлива увеличивается и так далее. Вот он может попросить, там, смену эшелона, да, то есть, вот мне здесь дует сильно встречу, да, можно мне повыше или пониже? А он видит, знает, где поменьше ветер? Или он у тебя спрашивает? Он может и у меня спросить, он может узнать по поводу турбулентности, да, тоже, которая мешает пилотам лететь, и иногда это даже... Ну, неприятно, это даже пассажирам мешает иногда. Да, но это является опасным явлением, да, погодой, которое порой непредсказуемое, нельзя увидеть, это просто волнение воздуха, который, ну, не имеет цвета и так далее. Прозрачного для слушателей. И точно так же, да, из-за этого может попросить спрямление. Бывает такое, что где-то, ну, гроза, гроза, тучи, грозовой фронт или, ну, высоко тучи и ливень там идет, ну, гроза. Слушайте, ну, тут должна быть личная история. Лечу я, значит, на самолете, естественно, после отдыха в самолете. На нем я не лечу. Это только Том Круз так может на нем. Я в нем лечу. Лечу и иллюминатор, все, смотрю. И где-то, я не знаю, километр-два я не очень умею. Я могу бассейн определить 25 или 50 метров. Вот сколько там, 3 километра или 10, непонятно. Но такая грозовая туча. Вот просто мы летим, солнышко, а, ну, все красиво. А вот по борту справа, грубо говоря, невероятно, там сверкает все вообще. Я думаю, так она, наверное, сейчас на нас идет. А рули, говорю, туда, в сторону, давай, уходи, мы не надо туда, потому что реально. И я понимаю, что он ее, скорее всего, облетал как-то, ну, вот эту грузовую тучу. Кто-то его там корректировал. Но действительно можно облететь, и реально страшнее хотелось туда. Пилоты сами принимают решение о том, как они облетают? Или вот как это происходит? Вот у него был маршрут. На маршруте появилась гроза сильная. Вы видите, что это сильная гроза, он знает, что это сильная гроза. Вы, как работа происходит в этом случае? Ну, в таком случае, да, все отдается в руки пилота, потому что он это видит лучше, чем мы. То есть он на месте, как говорится, да? Да, да. Потому что у нас, вот именно, да, теоретически какие-то данные выведены, выводятся на экран, и не всегда они совпадают. Пилот, он видит это в окно, и ему виднее, как лучше это сделать. И вот он запрашивает обойти эту грозу, там, ну, в определенном курсе, отвернуть влево, вправо и так далее. Такой, вот он говорит, жесть, ребята, гроза, а вы, так нельзя уйти, там все занято, нельзя ничего, или места много, там, все-таки можно что-то решить. Ну, есть несколько способов обходить грозу, это либо ее вверхом перелететь, что не всегда возможно. Или вбок. Или вбок, да. Я почти авиадиспетчер. Соответственно, вверх есть ограничения по возможностям самолетов, не каждый может выше, чем нужно подняться, а во-вторых, может быть такое, что там тоже невозможно подняться из-за других самолетов. Что касается вбок облететь, тут тоже есть свои тонкости, потому что... Кто-то там летит, например. Там кто-то летит, там может быть граница, да, государство, куда не стоит, допустим, уклоняться, либо там какие-то ограничения военные, тоже не стоит уклоняться. Закрытые зоны. И тогда, да, тогда нужно выбирать какие-то еще варианты, может он снизу ее пройдет, ну, тоже нежелательно, но там есть определенные правила, на каких расстояниях можно обходить грозу. А бывает такое, что ни туда, ни туда, ни туда, в твоей практике конкретно. Были случаи, когда ни вверх, ни вниз, ни вбок, лети, дорогой, ничего не могу поделать. Были, да. Серьезно? Конечно, да, это, ну, очень распространенная проблема, особенно это летний период, конец лета. Ну, это даже, наверное, середина. Нет, это... А, и много гроз. Это именно много гроз. Я про это говорю, что именно вот у нас регион такой, что горы, моря, и это все способствует вот такой плохой погоде назовем. И да, были случаи, вот один могу рассказать, когда еще были аэродромы южные открыты все, и самолет, летевший из Москвы в Краснодар, ему пришлось... Он пришлось облетать грозовой фронт, где он не мог найти просто возможности ни верхом, ни низом никак. Просто он искал какую-то дырку в туче, чтобы попасть в нее. В итоге он сделал крюк там порядка, ну, могу соврать, наверное, 350-400 километров через Волгоград. Чтобы не попасть в тучу, да? Да, вот он, вот представь, он летит, уперся в стену и пошел так щупать, а где же я пролезу? И вот он шел, шел, шел в сторону, в сторону, в сторону, дошел до Волгограда, если, ну, по карте посмотреть, это прям не близко от Краснодара. И только там нашел возможность сквозь нее пролететь и потом полетел уже... Сквозь тучу или ограничение в полетах? Нет, сквозь тучу. А, то есть туча большая. Да, нашел какую-то щель, да, разорвалась, разорвалась туча, и вот он нашел эту возможность, проскочил. Есть, вот если вообще, ну, сказать, да, что нет возможности... Я имел в виду, что там наверх нельзя, ну, потому что у него самолет не выдержит, вниз нельзя, потому что тоже не выдержит, вправо-влево, потому что там граница, какое-то закрытое пространство. То есть ему нельзя никуда повернуть, бывает такое? Но я имею в виду, что не то, что ты, типа, облетел, а там гроза, а еще облетаешь, а вообще просто нельзя. Да. Ну-ка давай дуй прямо. В таком случае только нужно обеспечить зону ожидания для самолета. Это так называемая зона, где он просто кружит. Он может кружить перед тучей? Или что? Он долетел, уперся в стену. Я не прохожу, не так, не так, не так. Не получается. Давай я здесь подожду. Погуляю по парку. Освободиться там справа-слева. Да, и он пока летит, он уже там наблюдает. Куда смещается? Он же всегда двигается, это все динамично. Ничего себе. И вот он смотрит, там разрыв появился. Говорит, ой, мне сейчас вот удобно, можно мне вот так полететь? Ты смотришь, если он не мешает никому больше, конечно, пожалуйста, лети. То есть он зашел, сейчас перевожу, для нас, для нас обычных граждан, заход на второй круг обычно, когда садишься. А тут получается заход на второй круг прям в воздухе перед тучей, пока он рассосется. По какому радиусу, по какому диаметру он кружит? Сейчас я чуть-чуть поправлю, Данила, потому что заход на второй круг, это конкретно история про посадку. Я понял, я имею в виду, ну он же кружит, то есть он все равно перед тучей кружит. Нет, есть зона ожидания, это когда ожидается очередь своя, а второй круг, это когда первая попытка неудачная получилась. Еще раз, перед тучей, он же не летит прямо, он кружит. Простите за термины, ну короче, он все равно кружит, но ожидая, пока там рассосется, грубо говоря. Только не перед аэродромом, а в небе. А где-то, где пришлось. Грубо говоря, он не продвигается вперед. Все верно, да. И такое бывает и в небе. Да. Просто я первый раз об этом слышу. Обычно это всегда на посадке. Ну и вот, он круги там выписывается, или там восьмерка, или как? Круги, именно круги, да. И твой вопрос отвечу, потому что все зависит от высоты полета. Чем выше, и, соответственно, чем выше летит самолет, там чаще всего это скорость большая. И, соответственно, радиус разворота так бывает прям нормально. Сколько километров? Ну так. Ну, до 50-ти, 70-ти бывает. Ну, бешеный с Боингу и аэробусом. Не, подожди. МС, МС-21. Суперджет. Сейчас я немножко повышу градус 100. Хочу отметить, что Павел, ну, видимо, работа такая, он не упускает вопросы. Это я заметил еще там, на дне рождения. Да, да. Идеальный гость. То есть ему накидываешь вопросы, а он их держит в голове, вот эти 20-30. Да, давайте его специально собьем. Не получится, ребята. Вот работа, которая заставляет человека концентрироваться, держать всю эту информацию. Не то, что, Саша, у тебя. Да когда я там... Давайте начнем конкурс с мешками. И ты забыл уже, да? Ну да, получается, потому что, ну, если заходит у тебя на связи по 20 самолетов, и каждому что-то нужно, один зашел что-то попросил, ты говоришь, подожди, подожди, ну, можно, да, такую команду дать, что ждать, да, потому что ты занимаешься чем-то более важным сейчас, там, может, какая-то ситуация опасная намечается, или, ну, чтобы ее не стало, заранее решаешь вопросы. Ты, да, ты понимаешь, что, а, он тебя звал, хотел вот это, этот тебя звал, хотел то, этот что-то просил, этот... Этого я даже слушать не буду, возвращаться к хрень какой-то. И да, и получается, что приходится все держать информацию. И плюс ко всему еще у нас наушники только на одно ухо, чтобы мы, ну, слышали одним, а вторым подслушивали все, что происходит вокруг. То есть как раз-таки второго диспетчера, работавшего с тобой на одном секторе, да, который вот либо на согласовании, либо с пилотами, которые общаются, ты должен улавливать то, что он там согласовал, получил ли он одобрение, либо запретили ему там что-то делать. Плюс там в смежной секторе кто-то там может крикнуть, что-то попросить, или есть связь телефонная, но иногда проще вот крикнуть, там, сделать и так, чтобы, ну, проще было. Ну, люди так лучше понимают, конечно. Конечно, да, да. Когда ты на них кричишь, а ты лучше, конечно. Да, либо там, ну, не записки же передавай. Кажется, сто процентов. Данил раньше обратил внимание, что я как-то так замялся, когда описывал твое рабочее место. А как оно действительно выглядит? Так, ну, смотрите, да. Так кресло массажное, надеюсь? Ну, нет, к сожалению, да. Не нервики должны, а ведь спичок на расслабоне должен быть. Да, но расслабон тоже опасен. Можно так расслабиться, что уснуть. Ну, для этого есть медосмотр. Да. На самом деле, рабочее место состоит из, ну, я думаю, понятно, да, экрана. Экран сейчас большой стал, и помещается на него очень много информации. Это просто обычный монитор, или вот там смотришь, там какие-то прям экраны странные, какие-то навороченные. Нет, нет, уже обычный монитор, как телевизор обычный. Обычный телевизор, или как монитор, подключенный к компьютеру, только большой, диагональ 40 дюймов. О, как телевизор, который у меня. 42. Вот, получается так, да. Помимо, ну, на нем мы как бы как раз все небо и видим, все самолеты, всю информацию о самолетах и так далее. А помимо этого, вот, ну, я уже говорил, микрофон, который там по кнопке включается. В некотором смысле. Да. Наушники, микрофоны. Ну, Павел отлично общается с микрофоном. Ну, у нас он так, этот, как игровые наушники. Главное не перепутать, жизнь там настоящая, да. Ну, кстати, да, так же многие говорят, что как компьютерная игра, так главное не забывать. Ответственность, да. Вот, и получается, помимо этого, клавиатура-мышка, ну, обычно, и есть еще панель для связи. То есть то, ну, там, где подключены радиостанции, за счет чего мы, в принципе, можем общаться с небом. Ну, то есть с земли, с небом, прямая связь. Вот. Помимо этого еще есть панель звуковая, ну, как панель связи внутри, внутри центра нашего. То есть мы можем связаться с метеослужбой, можем связаться с аэродромами, которые находятся на юге, на нашем, да, ну, в нашей ответственности. То есть, ну, узнать с ними, что-то согласовать и так далее. Связь между секторами, чтобы не кричать, потому что, ну, есть так, что далеко находятся разные секторы, ты, ну, не докричишься, и нет смысла, и быстрее так. Вот, в принципе, вот из этого, да, состоит наше рабочее место. Вопрос. Вопрос, Павел. Ты сказал, что у вас есть связь с метеослужбой, и, соответственно, вы ориентируетесь по ней, ну, когда рисуете картину в небе. А пилот, который летит, он реальную картину видит, да, и вот бывают несостыковки. Ну, что, типа, вы видите одно, вам метеорологи сказали одно, а там, как бы, в воздухе другое. И вот вопрос, он про то, насколько врут метеорологи, как часто вот эта разница между в реальности, что видят, ну, пилоты, и что вам говорят метеорологи... Паш-то же не взлетает, он же не видит грозу, ему пилот говорит, там гроза вообще оттас. Нет, стоп. А другой скажет, да, ну, там грозы-то нет, что там, я пройду, нормально будет. Стоп, я про это и говорю, что насколько разница вообще там, бывает, что не сходится вообще. Давай по умолчанию, что пилоты не все вруны, не все говорят, ну, у него там у день рождения, у дочки там, или, не дай бог, жены, а ему надо как бы быстрее долететь, и он как бы типа врет. Господи, гроза, пропустим! Ну, то есть, мы надеемся, что это не повсеместная история, вот, хотя все женаты повсеместны. Такое бывает. Такое бывает. И? Насколько разница? Ну, видимо, для того, чтобы себя обезопасить от какой-то ответственности, я не знаю, ну, может. Для этого метеорологи, вот всегда проблема с этим словом, главное не ругаться. Они теоретическую информацию дают. Ну, понятно, типа, ну, должно быть. Прогнозируется, но не всегда сбывается. Вот так оно и случается и у нас. Ну, насколько часто, или нет? Примерно плюс-минус неплохо. Я имею в виду то, что работники этой службы, вот так я буду называть, чтобы опять не спотыкаться на этом слове. Неплохо. Они не говорят, что тут точно это. То есть, есть у нас прогнозируемая погода, есть фактическая. Они никогда фактическую не дают. Короче, словоблудие, но одно дело, когда завтра погоду, ну, известно, что чем дальше ты погоду прогнозируешь, тем прогнозы, ну, слабее. Ну, это нормально. Математические модели не справляются. Но, ну, например, вот прямо сейчас, вот в моменте, в эту секунду, там гроза, насколько информация прямо сейчас от метеорологов отличается от реальной информации. Бывает так, что они говорят, вот там гроза, он говорит, да нет, или наоборот. Но нет, нет такого, есть прогноз, вот я же уже говорю, метеорологи, они ведут прогноз на час. Он сейчас сказал, через час там бы гроза и свалил домой там по делам, а вы уже разбирайтесь. Но есть специальные сводки опасных явлений, такие как гроза, обледенение, болтанка, турбулентность. На час. Они даже на три часа составляются, что возможно в эти три часа вот в этой зоне будет что-то опасное. произойти. Да, а пилот летит сейчас, здесь сейчас, и он видит, что да, там что-то подтверждается, там нет и так далее. И плюс ко всему, ну да, даже если что-то в этой зоне и есть. Но трассы расположены как-то определенно. То есть он не может лететь где попало, у него есть определенные трассы, по которым он должен следовать. И только там в исключительных случаях мы там его меняем маршрут. Короче, просто так на день рождения к дочке, упаси господи, к жене, нельзя, да? Да, просто так нельзя. Нужно как-то обосновать свое действие. Почему ты хочешь изменить? Почему? Да, может кричать, там гроза! Ну хотя бы некоторые по-честному говорят, ребят, мы из расписания выбиваемся, можно нам покороче как-то? Но хотя бы по-честному. Кто-то начинает придумывать историю, что там действительно гроза, которую другие не подтверждают. Серьезно? Врали? Вот так? Бывало всякое, бывало. Ни фига себе. То есть да, вот человеческий фактор какой. Там, извините, у меня впереди сколько-то километров гроза, можно мне там влево взять? А вы говорите нету, да, у вас там... А мы, ну, мы не можем отказать, вот если у него вот такая причина. А если он так говорит, вы должны согласиться. Да, да, он говорит, мне надо пойти ее вот на этом курсе. а будут ему какие-то санкции? Нет, нет, нет. Офигеть. Вот, ну а мы не можем ему запретить, потому что если... А если правда, ну, к примеру, да, и мы вот стали соучастниками беды. То есть вы априори верите пилотам, потому что они там, да? Да, да, но мы понимаем некоторые случаи, да, когда он говорит, из-за возможных зон турбулентности разрешите нам вот спрямиться. Павел... Это ж возможные какие-то они уже придумывают. Лайфхак. Когда, ну, ну, есть официальное общение, там говоришь, да, там, Борсу-21, да, разрешаю, и потом как бы себе в нос говоришь, да, турбулентность, конечно. Ну, то есть можно так, да? Ну, как бы, и он слышит. Нет, он не слышит. Так нет, а надо, чтобы слышал. Вот надо, чтобы слышал, чтобы ты его вывел на чистую воду, в этом подлеца вот этого. Так, я хочу голос подать свой. Я здесь, прикиньте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Якоса была здесь этот час. Вот смотрите, мы очень долгое время говорим про ветер, про грозы, про все остальное, то, что происходит в небе, да? Но есть же еще, как бы, земля у нас, и там тоже могут происходить разные форс-мажоры. Рассказываю историю из личной практики, из личного опыта. Прилетаю я в Армению, самолет уже все, садится уже, я вижу дорогу, и резко начинают взлетать и кружить. Оказывается, на полосу бараны выбежали. И самолет кружил минут 20. Это пункт 129Б, да, в этой книжке, еще бараны. Да, потому что не могли баранов, в общем-то, и выгнать. А какие вот... Как у вас с баранами, да? Ну, как это происходит вообще на суше? Я думаю, что не только с баранами дело, наверное, может, люди какие-то там выбегают или машину какую-то бросили. Такие случаи же тоже бывают. Асфальт перекладывают, да, все понятно. Не, ну да, такие случаи бывают, но машины не выезжают лишние. Ну, вот не лишние выезжают. Бывает, да, что именно аэродромные машины какие-то есть, там, либо это вот машина сопровождения, либо уборщик снега, там, не знаю, какие-то еще, может, там, автобус. Уборщик баранов нужен. К примеру. Ну, что угодно может. Может, там, лиса выскочить, белка, ну, собака какая-нибудь через забор, или там подкоп сделала, пробралась. Не, ну, серьезно, какая белка, какая собака? Этот Боинг все снесет? Да, все равно нельзя. А вдруг нет? А вдруг не снесет? Вот, и может, там, ну, грубо говоря, страсти какие-нибудь рассказать можно. Рассказывать мы любим. Вот, не знаю, двигатель засосет, загорится, и люди могут пострадать. Ну, то есть, это влияет на безопасность. Да, я вообще больше хотел трэша, чтобы люди вообще пересели на РЖД, чтобы на гужевой транспорт хватит летать. А я наоборот, послушая все эти истории, думаю, это пока я лечу к родным в Калининград, там 150 человек следят за тем, как я доберусь. Я думаю, ничего себе, я в безопасности. Юля, это тщеславие, да? Тщеславие за тобой следят. Ты сказал, что ты общаешься в целом с бортом примерно 20 минут. Он находится в зоне твоей ответственности. Они постоянно меняются. В одного момента у тебя может быть там 20, иногда даже больше экипажей. При этом общение, ты говоришь, что с ними вообще минимальное. Там 20 секунд обычно, да? То есть, это ты его принял, и ты попрощался с ним на выходе. Ну, грубо говоря, так, да, если никаких условий не добавляется. Но бывает, наверное, ситуация, когда тебе приходится что-то разруливать. И что вот такая типичная ситуация, когда тебе приходится выходить на связь и работать, включаться? Вот типичная ситуация, с которыми ты работаешь. Ой, самый распространенный случай это несколько самолетов, ну, как минимум двое, да? Их достаточно на одной высоте летящие и сходящиеся в какой-то определенной точке. И вот у них там не будет интервала необходимого. По плану полета они должны были разойтись, кто-то задержался, кто-то прошел вперед, и они пересекаются. Стоп, интервал, Павел, сколько интервал считается безопасным? Безопасный интервал... Чтобы не точка. Сколько? По горизонтали, горизонтальный интервал безопасный 10 километров. Так. Ого. По вертикали? По вертикали 300 метров. 310, окей. Интересно. Вот. Но 10, это очень страшно и опасно. То есть это очень близко? Ну, это нам нельзя. Да. То есть есть закон, ну... То есть они не должны параллельно идти ближе, чем 10 километров? На одной высоте, да. Нет, сзади, друг за другом. С любой стороны. Спереди, сзади, сбоку. В одной плоскости, понятно. Да, они не имеют права сближаться больше, чем на 10, ну, меньше, чем на 10 километров. За сколько они проходят 10 километров по времени? Смотря, если вбок, наверное, долго, а если прямо, то быстро. У тебя скорость 800 километров в час. Ну, 10 километров проходится примерно за 40 секунд. Может, это уже свои минуты. Тормозной путь, короче, да, 40 секунд. Ну, образно говоря, за минуту самолет пролетает от 10 до 15 километров за минуту. Вот. И получается в зависимости от скорости. В средней скорости, если брать 800-900, то получается 14-15 минут он пролетает. А если на встречных курсах, соответственно, 30-25. Поэтому и вот такие 10 километров, это уже прям очень-очень близко считается. Это очень близко, потому что... Нет, если они летят параллельно или там друг за другом, он же как бы вроде с одинаковой скоростью летит. Ну, это как сзади на машину. Ну, как на дороге, понятно. Вот. 2,80 едете. Ну, почему так, да? То есть один чуть-чуть помедленнее станет, другой чуть побыстрее. Либо если они параллельно летят, то может один чуть влево уклониться, другой чуть вправо. Но самое стрёмное друг на друга, наверное, да? Ну, это да, это самое стрёмное. Но на самом деле вот эти 10 километров мы не делаем, потому что... А сколько делать? Ну, по возможности минимум 15. Минимум 15, чтобы если вдруг какая-то нестандартная ситуация, там один отклонился чуть левее, другой там чуть правее, мы за этим наблюдаем. И чтобы у нас было время решить. Если у тебя расстояние между самолетами 10 300 метров, то... Маневр в 300 метров ни о чём вообще. Это же хуже, чем 15 тысяч метров. Ну, то есть у тебя больше времени решить вопрос. Вы знаете, ребята, я вообще спокойно. Такие рассудительные люди у нас работают. Знаешь, что 15 это лучше, чем... Я действительно успокоился, понимаешь? Да, да, просто в масштабах города 15 километров, ну, в некоторых местах это полгорода или там весь город, а оказывается, вот, да, в небе это очень мало. Соответственно, и ты разруливаешь вот эту стандартную ситуацию, что они пересекаются, и ты начинаешь их там замедлять, отправлять. Да, есть три способа решения вот этих конфликтных ситуаций, которые намечаются. Первый — уйти с работы. Ну, как бы, сразу. В эти 30 секунд. Нет, на самом деле, самое главное правило диспетчера — вовремя подмениться. Это вот то, что, да, когда что-то назревает, нужно подмениться, идти покурить, пойти водички попить, погулять. Но это не только у диспетчеров, это везде, да. Вот, да, это такая шутка. Саш, когда драки на свадьбе, ты подменяешься? Нету подменного ведущего. Нету, просто включаешь трек, какой-нибудь из... Я не знаю, там, Mortal Kombat, ты уходишь, ну, например. Ну, ладно. Но все зависит от того, как далеко ты заметил возможный конфликт. То есть у нас расстояния большие, в аэродромной зоне они поменьше, естественно. И многие конфликты, желательно или по возможности, решаются на расстоянии 300-300 километров. Не доводите до предела. Когда просто между самолетами останется 15, ну, или 50, давайте возьмем, да, 50, то тут, ну, нужно уже так быстро все делать, и... Ну, это получается, что ты уже что-то где-то раньше делал неправильно, а раз пришло к этому, да. Хорошо, а есть ли байки? Подожди, три способа сказал, Паша. Ты сказал, один уволится, а потом ленится. Но мы знаем, что он держит вопросы в голове. Это идеальный гость. Поэтому я могу расслабиться. Да, да. Поэтому вопрос такой. Ты мне спил, я его забыл. А, вопрос такой. Есть ли байки, ну, может быть, не у самого было, а может, у самого было, может, какие-то байки, что реально был случай, когда летели друг на друга 15 километров, там, 30 секунд, надо что-то решать, а там еще, может быть, не уйти вправо и влево, потому что кто-то летит. Байки-то должны быть в среде профессиональные или нет таких? Или все четко, все такие молодцы? Никогда такого не было. Ну, на самом деле, такого, наверное, прям на одной высоте это невозможно, потому что у нас разведенные направления, скажем так, что в одном направлении самолеты могут лететь каждые 600 метров, встречные 300. И вот получается вот такая, в одну сторону, в другую, в одну сторону, и между каждым направлением по 300 метров. То есть есть... По высоте? По высоте направление полета меняется вот 300 метров. То есть встречные... 600 метров? Нет, 300 метров между тобой и встречным. Между тобой попутным 600. Ну, либо друг за другом, либо вот по вертикали в одной точке 600 метров. Хотя логично бы. Нет, они встречные, они проще уйти, чем... Вот. И так, чтобы было, чтобы они просто летели на одной высоте лоб-флоп, такого нет. Да, бывают случаи, когда идет набор снижения, да, и непроконтролированные случаи, да, ну, то есть для этого мы и есть, да, чтобы эти ситуации заранее решать, либо давать команды такие, чтобы не возникало, ну, то есть к чему я, да, это... Если нужно тебе какой-то самолет снизить, например, через встречного, который летит там 70 километров от него. Ну, то есть встречный, но 70 километров. 70 километров в среднем, ну, там, 2 минуты, 2,5. Они через 2,5 минуты будут в одной точке. Вот, нужно сделать так, чтобы он успел снизиться на 600 метров, на 600 именно, не на 300, это встречный получается, на 600 метров за это время. Ну, мы работаем в футах, это 2000 футов, да, переведем. То есть мы работаем в футах, и Европа работает в футах. Все, да, да. Потому что самолеты в футах, да? В единую систему перевели. Нет, на самом деле, не все страны так работают, я могу ошибиться, там, по-моему, или Казахстан, или Монголия работают в метрах. То есть получается, что американцы, это вообще англосаксонская система, эти футы. Кто там еще там? Но у них самолеты на приборной доске, у них в футах. Да, то есть получается, они за счет своей промышленности и засилием своих самолетов, как Саша говорит, на приборной доске, перевели всех в систему исчисления, которой не пользуются. То есть мы знаем, что если говорить там, сколько ты ростом, и тебе скажут, например, там 6 футов, там 3 дюйма, например. Ну да, сложно. Да, это, ну только ты такое увидишь там в Америке. То есть и все. Ну плюс-минус там 3 страны. А когда дело идет о самолетах, весь мир получается пользоваться футами. Это значит промышленность, да, и экономика подмяла вот так вот. Как круто. А ведь когда-то Советский Союз 50% авиапарка мирового делал. Я напомню, это Павел изучит вопрос. А Саша подготовил. Да ладно, не изучай. Саша историю об этом подготовил. В следующий раз. Смотри, ты рассказываешь, что вот твоя основная работа, это как раз таки избежание конфликтов, которые возможны. Да, я помню этот вопрос. Я готов к нему вернуться. Он на него завтра ответит. Так. Три способы решения конфликта. Об этом, да? Да. В общем, первый способ это регулирование скоростями. То есть мы можем задавать скорость, кого-то ускорить, кого-то замедлить, чтобы у нас интервалы как минимум не сокращались, а лучше увеличивались, если это необходимо. При этом ты говорил, что ты не имеешь права команды давать, он должен выбирать сам. Ты ему рекомендуешь снизить скорость или как это? Пожалуйста. Нет, я не имею права управлять им при обходе грозы. Ага. Только грозы? Только грозы. А тут на остальное все? А на все остальное как раз таки это и есть. Ты ему говоришь, снизить скорость? Да. Ну-ка снижай. Да, у вас какая скорость, если они летят, да, мне нужно понять, кто с какой летит, да? Ну, то есть мы видим эти данные, но лучше переспросить, потому что скорость тоже, во-первых, она в узлах, во-вторых... Так, не сомневаюсь. Но в узлах она находится как раз на высотах менее 6-7 тысяч метров, а все, что выше 7,5 тысяч метров, ну, образно, измеряется в числах МАХа. Ну, понятно, от скорости звука. Да, 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 отношение к скорости звука и так далее. Все это зависит от того, на какой высоте самолет летит, какая температура, время года, ну и так далее. То есть там, ну, есть составляющие этой цифры. То есть мы должны уточнить ее, да, то есть с какой скоростью летит самолет. Вот он нам говорит, да, там, МАХ 0.77, 0,77, да. И нам необходимо, чтобы он побыстрее полетел. Ну, к примеру, мы спрашиваем, а можешь побольше, там, 0,79? Поддави газку, да. Да, да, он не всегда могут, не всегда. А что говорят? Не, не, максимально. Не тянет? Да, либо там загруженный, там, либо... Гошенко в пол и так уже! Да, 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 да. И либо это просто влияние ветра, то есть он летит тут нормально, но не позволяет ему встречный ветер, ну, к примеру. И получается, что, ну, через вопрос, да, ты, а можете вот столько-то, ну, держать? Да, нет. Ну, то есть от этого мы отталкиваемся. И у второго спросил, а вы с какой скоростью? Вот так летим. И вот ты их отрегулировал, сделал нужную разницу между ними и скорректировал их расстояние. И все, они уже разошлись. Соответственно, один уже пролетел, а второй еще не дошел до этой точки. Не долетел, да. Да, да, да. И тем самым мы создаем интервал нам необходимый. Если второй способ, да, взять, он, ну, не по нумерации, да, не по важности, а просто вот второй способ решения. Если вот не помогает первый, да, бывают такие случаи, что... Ну, скорость не могут поменять ни один, ни другой. Да, либо ты меняешь, а все равно не получается. Ну, то есть ты поменял уже, вроде как... Ты говоришь, что там ускорится, он затормозился, там ускорится, а вот... И вообще все... Не, не, ну, говоришь, да, ускорится, потом понимаешь, что, ну, да, было там, вот, 10 километров, стало 11, ну, тоже мало, ну, к примеру, да. Не очень. Ну, то есть не подошло. Хорошо. Тогда... Ты эту ситуацию просчитываешь? У тебя программа ее просчитывает, она тебе показывает? А, ну, в смысле, да, да. Все в тетрадке и карандаш. Ну, плюс голове, посмотрел, да, сейчас технологии позволяют посмотреть, где он будет, там, через 10 минут, через 5 минут он будет. Вот, это все показывает. При текущей скорости, соответственно. При текущей скорости, да. Это все вымеряется, это благодаря сейчас автоматическим системам управления, автоматизированным. Вот. И получается, что не всегда, ну, получается решить именно регулировкой скорости. Ну, второй способ, как уже все понятно, это изменение высоты. Угу. Посмотрели, что на данной высоте он не помещается, не проходит. Сможете выше или ниже, там, ну, меняешь ему высоту. Все. Ну, то есть тоже вопрос решен. Если и это не помогает, или там, ну, ну, вряд ли бывает такое, что ты вот два раза попробовал, и оба не сошлись. Ну, то есть третий способ, это изменение направления. Нет, это девиз Сашиной жизни, да, да. Бывает и так, да. Два раза попробовал, и не получилось. Да. Юля, чего сегодня за день такой? Чаще всего второй способ, он всегда уже помогает. То есть не бывает такого, что, блин, два попробовал, не получилось, надо третий пробовать. Вот. Ну, третий способ, это изменение направления полета. Вот так называемое вихторение. Совсем. Да. То есть ты смотришь, как ты можешь исправить его траекторию полета так, выгодно себе, чтобы... Себе. Ну, естественно, себе. Ну, не ему же, конечно. Да. Но иногда это в ущерб, да, по полету идет, потому что он дольше полетит, да. Конечно. Но зато... Безопасность, да. Это лучше. Это лучше, да. Да, дольше, но в сохранности. Да, бывали случаи, что они жалуются, а почему нас, а почему это? Да. А почему не их? Да. Но это как бы не обсуждается. Это потому, что я черный, говорили они. Ну, у нас такое не, нет. У нас все нормально. А вот в этом смысле какие-то приоритеты у каких-то... Ну, у правительственных, Саш, и военных, ну, понятно. И у богатых. Больше, меньше? Как вот эта приоритетность? На самом деле есть, да, такая. Но она уже, наверное, на второй план уходит, потому что, да, это прописано в правилах, что первый... Кого пропускаем? Идущий впереди самолет на определенной высоте, то есть там на эшелоне 360, к примеру, он пользуется приоритетом к тому самолету, который позади у него. Ну, конечно. То есть, если этот летит медленнее, а сзади быстрее, ну, извините, я же первый лечу. Да. Вот. То есть, в любом случае, тогда притормозить ты. Ну, чаще всего все по-человечески делается и спрашивается, да, то есть там... Ну, они созваниваются, говорят, ты спешишь. Говорят, да я не спешу. Да, да, да. Да я вообще домой не хочу, меня жена ждет. А меня дочь, как говорит другой. И они меняются. Так ведь? Да, да. Хорошо. Это стандартный день, это обычная ситуация. Стандартный день. Какие вот нестандартные ситуации встречаются? Погодные условия, ты говорил. Там загруженность, например, да. И с чем еще может бывать? С баранами. Это другие, ребята. С баранами не работают. Я же работаю там, где повыше, там баранами. Ну, может быть, там другие есть. Ты же все равно общаешься с диспетчерами или, я не знаю, там... Вот про баранов что скажешь? Такое вообще возможно или нет? Да, да, такое возможно. Ну, слышала, что такое есть, что Юля не придумала и не приснилась. Ну, мне что, заняться нечем, что ли? Ну, я не знаю. То есть, это бывает. Бывает, бывает, да. Бывает такое, что, ну, там, к примеру, зима или там метель, что-то нужно убрать, и машина остановилась... Нет, стоп-стоп, машина метель, это не бараны, а бараны, это бараны. А, ну, живот, ну, а птицы, птицы мешают. Бывает такое, что... Косяки, собаки, белки, миссы. Да, да, вот есть же истории, которые, ну, сняты уже и показаны по телевизору, там, да, как Чудо на Годзоне или вот про гукурузное поле наше. Кстати, на Неве же сел самолет. На Неве садился самолет, да. Ну, очень много случаев. Так, самолеты, которые садились на воду, это не редкость было раньше. Ну, по крайней мере, это сейчас все стало более безопаснее. Но они садились не потому, что нигде сесть, а потому, что какой-то неисправности надо. Ну, и в том числе, в том числе там был где-то случай то ли в Африке, то ли в Южной Америке. Просто не было аэродрома, да? Да, в каких-то этих странах. А там гладь, где джунгли, вот эти вот моменты были. Да, то есть что-то, какая-то проблема по-любому должна случиться, чтобы такой выбор встал. Ну, нужно садиться вот во что бы то ни стало вот здесь и сейчас. И да, и чаще всего, ну, выбирается либо это поле, либо, если там какая-то каменистая поверхность или неровная, какие-то холмы плюс-минус, да, тогда, ну, выбирается. Вот, или в джунглях, да, допустим, ну, невозможешь сесть на лес. Ну, там по-любому все плохо будет. Выбирают воду, она более-менее как гладкая. Вот, таких случаев было достаточно, да. Можно посмотреть в Ютубе и там много-много-много найти расследование. Если вы куда-то в отпуск, то не смотри, не смотри. Еще чего хотел спросить. Про допуск и про работу. Ты говорил, что для того, чтобы работать на разных этапах, нужно получать допуски. И ты работаешь там, где ты работаешь, потому что ты получил допуск на эту работу или потому что ты выбирал? Вот, и ты хотел именно работать здесь. Вот, что касается именно, где хотел работать, да, наверное, это ты выбираешь сам. А другой вопрос, возьмут ли тебя туда. Ты проходишь собеседование, тебя проверяют, тестируют, спрашивают на тренажере, смотрят, как ты себя ведешь, как ты реагируешь на какие-то ситуации. Все, что касается дальше, за тебя определяют, на каком секторе ты будешь стажироваться. Я сам из Ростова, и я как бы туда и планировал. Мне многие задавали вопрос, почему не в Питер? Потому что там солнце больше. А кому я здесь нужен, да? Плевать, там лучше погода. Жить надо на югах. Так вот, где престижней, где интересней, где сложней? Ой, это субъективный вопрос. Престижней, ну, наверное, вообще нет ответа на этот вопрос. Больше шансов стать начальником полетов, как руководителем полетов, с какой позиции? Там, где мало людей, наверное, да? Нет, ну я веду... Я так понимаю, что авиадиспетчер, потом старший авиадиспетчер, потом руководитель полетов. Слушай, вопрос глупый, отвечаю. Значит, престижней, где там Москва-Питер, шансов больше подняться, а там, где мало народу. Да нет, ну я не веду... Желательно в деревне, на кукурузнике. В Ростове люди рулят на рулежке, другие на взлет, потом в зону подлета. Тебе же рассказывали, я об этом спрашиваю. Вот, но вот в аэродромной зоне есть свой руководитель полетов, который вот именно в аэродроме. Ну, конечно, в разных местах даже сидите. Да, а в нашей службе уже идет отдельно. То есть у нас, да, иерархия именно такая, что обычно диспетчер, ну сначала стажер, потом диспетчер третьего класса, второго, первого. Как много классов, конечно. Вот, от этого зависит, ну, и денежное удовольствие и так далее. Вот, и далее это старший диспетчер, еще есть диспетчер-инструктор, который обучают. Учат стажеров. Да, 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 которые обучают стажеров. Бедолага. Есть диспетчера-инструкторы тренажерного центра, а есть диспетчера-инструкторы, которые учат внутри смены. Ну, то есть это чуть-чуть тоже разное. Уже стажеры, которые прошли тренажер, уже дошли до... С реальными смартфонами. Нет, это параллельно происходит. А, параллельно. Это происходит параллельно, да, есть стажировка на рабочем месте. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что реальными полетами, до реальных полетов допускать стажеров? Ну, под присмотром, наверное, стажеров, почему нет. Да, все верно, точно так же садится диспетчер-инструктор рядом, ну, к которому прикреплен стажер. Так, мне, подождите, мне нужно сдать билет в Яндекс билет. Вот, нет, ну, тут бояться нечего, потому что диспетчер-инструктор – это опытный диспетчер, который уже там не первый день работает. И он за тобой следит за каждым твоим словом. И если... И у него также подключен второй комплект наушников, и в связь он может выйти моментально. То есть, если что-то даже... Не слушаю твоего олуха. Да-да-да, что-то типа того, если какую-то неправильную команду или что-то, ну, поплыл, да, стажер... Вопрос, ты говорил, что два человека. Один, который отвечает в беседу с пилотами, второй, который там за обстановкой. А ты за что отвечаешь? Ты кто из них? А меняете каждые два часа. А, каждый раз меняешься, да, да, то есть ты работаешь... Я думал, какая-то узкая специализация. Нет, нет, ты стажируешься сразу, ну, там и там ты получаешь. И работаешь так же и там и там. Да-да-да, ты там час отработал здесь, полчаса отдохнул, потом сел, час того подменил. Последний вопрос. Нет, подожди, я еще не получил ответ на свой вопрос. Ты в итоге хотел именно работать в... Да, в районном центре так и было. Там. И ты туда и шел. Да. И другого ничего для себя не видел, не хотел. Почему? Ну, потому что районный центр, допустим, наш региональный центр, он загружен полетами, назовем это так. Он по территории небольшой, за счет своей компактности он в себя вмещает очень все узко расположенные трассы, очень близко, ну, то есть очень интенсивно и очень динамично все происходит. Интересно. В этом-то, да, сама, ну, скажем, любовь к профессии в том, что нету дня одинакового. Ну, то есть, если сегодня у тебя это все вот по одному шаблону прошло, то завтра, ну, может быть, и не случится такого. День сурка в вашей работе невозможен. Нет, невозможно. Поэтому это очень интересно и не надоедает, и хочется там идти на работу. Хотя есть, ну, я думаю, разные работники. Кто-то, может, и не хочет ходить. Что касается выбора, да, то есть выбирал, ну, благодаря папе у меня отец-диспетчер и тоже заканчивал в Санкт-Петербурге академию. Дети есть? Будет династия? Да, может быть, так и будет. Но я, к сожалению, там, с самого раннего, да, там, ну, детства, назовем, да, я это все слышал, но как-то я не проникся, и только вот к 27 годам что-то до меня дошло. Ну, так обычно и бывает. Пойти бы мне тоже по стопам. И большой привет хочу передать родителям, которые поддержали в этот момент и, ну, направили, да, то есть не оттолкнули, там, не стали как-то уже отговаривать, а только воодушевились и помогали. Вот, и на самом деле, да, и у меня там и дядя, и папа, и с детства я это все слышал и где-то около был. Я даже скажу, что Павел в детском саду говорит детям, ты проходи тут, стой. Ты иди по лестнице, а ты в подвал. Помедлили, помедлили. Да, 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 скорость отрегулируйте, да вы что там, ну, сажать скорость отрегулируйте. Все думают, в кого он растет. Вот, и потом, когда я уже приехал обучаться, у меня вот этот пазл какой-то внутри меня сошелся, то, что я где-то когда-то слышал или видел, и очень как-то легко мне это все далось, слава богу, и получал удовольствие от процесса даже обучения. Ну, конечно, не все предметы, как это всегда бывает, но самое основное впитывалось очень быстро. Да, и пришел, устроился, получилось, отстажировался. Сейчас на данный момент имею допуск на несколько секторов. Уже, к сожалению, вот ростовские сектора сейчас не работают за ограничений. Вот, работает все, что над морем, там, над горами, ну, и над Каспийским, в том числе, и над Чожным. И сейчас, да, я допускаю уже в других местах, ну, именно, мы также находимся все в Ростове, никуда не ездишь, просто в том же здании, за другой компьютер присел, как будто бы, и все. Вот, и поэтому все нормально. А если брать, где престижнее, наверное, ответа нет. Откуда можно вырасти в более высокую должность? Тоже, наверное, ответа нету, это первое. А второе, то, что не каждый хочет расти в более высокую должность. Ну, к примеру, чем ты выше занимаешь должность? Больше ответственности, другая работа. Но зарплата-то больше. Зарплата-то больше. На 5 тысяч рублей. Да, ну, к примеру, на 5 тысяч рублей, но ты отвечаешь не только сам за себя и за своего соседа, вот как мы сейчас тут рядом сидим. Юля тут спросила про деньги. Хорошо получают авиадиспетчера. Кто, а что? Так, ну, это... Ну, не свою зарплату, ну, может быть, среднюю какую-нибудь. По России, например, больше или меньше? А он такой, я свою хочу сказать. Нет, а сколько у нас среднее, Саш? Да, сколько среднее. Нет, я говорю, ваше среднее. Ну, от и до, сколько обычно получают? Зависит ли это от чего? От 50 до 200. Да, вот смотрите, я расскажу. Есть вот как раз аэродромные зоны, да, вот, про которые мы в самом начале говорили, там, несколько раз возвращались. В силу, наверное, трафика возможного, количество самолетов, обслуженных в день и так далее, каждый аэродром, диспетчеры каждого аэродрома имеют разную зарплату. Ну, конечно, деревни поменьше. Да, где-то поменьше, где-то побольше, да. Опять же, есть международные, есть международные. Да, от этого другое чуть-чуть зависит. Мы, каждый, ну, каждый из нас, кто работает в районном центре, так как есть не только российские авиакомпании и летают разные самолеты, мы должны знать английский язык, за который мы получаем доплату. И очень неплохую. Вот, он у нас должен соответствовать международному уровню по шкале ИКАО. Would you like a cup of tea? Пойдет такой уровень? Я могу, готов? Нет, на такой... Нет, подожди. Когда пилот так говорит, он примерно с таким акцентом и говорит. Когда он с пассажирами общается. Да, но... Или он с пассажирами выдает, what do you like a cup of tea? А когда, ну, с сови диспетчерами или с другими, он там, what do you like a cup of tea? Да дело-то не в акценте, а в количестве слов, которые ты знаешь. Это первое. Второе, между нами, пилотами и диспетчерами, есть установленный язык общения. Так-то. То есть, это специальная фразеология. Технический какой-то язык, да? Ну, нет, есть технический, сейчас отдельно. Но есть специальная фразеология. Это набор фраз, их не так уж и много, да. То есть, для определенной работы. Ну, то есть, для РЦ, для подхода, для руления и так далее. Это все будут отдельные блоки фраз, которыми пользуются пилот и диспетчер. Соответственно, это намного упрощает нам вот это общение. И вот есть технический язык, который авиационный у нас называется. Вот он нужен, когда случается что-то нестандартное. Ну, то есть, вот эти обходы, это что-то, какие-то опасные явления, либо какой-то особый случай на самолете, да. То есть, кто-то заболел, кто-то там, ну, там, отказ двигателя. Ну, всякое может когда-то случиться. Тем не менее, может, там, какие-то у него проблемы с навигацией, да. И вот в такие ситуации включается обычный разговорный язык. Но авиационный, понятно, что там он не будет какими-то сленгами. Ну, WhatsApp можно спросить. Да, да, примерно, да. Поэтому, как бы, английский, соответственно, есть и доплата. И она, кстати, неплохая, 50% от оклада. Ничего себе! Полтора сразу! Да, за то, что ты знаешь английский. Ну, у тебя есть прибавка? У меня есть. Я спокойно. Но есть аэродромы, допустим, даже наше время. Да, ты напрягалась до этого, конечно, что-то переживала. Аэродромы не международные, как уже отмечалось, и куда не летают международные рейсы. Там необязательно иметь данный уровень английского. Соответственно, ты можешь так же работать, но не получать вот эти 50%. А если выучишь, тоже не получишь, потому что аэропорт не тут. Ну, в принципе, может, и получишь. Я, честно говоря, не интересовался этим вопросом. Ну, там, наверное, не стремятся от этого получать. Главный вопрос. Нет, подожди, главный. Ну, вы чего ответа-то не получили? Сколько от и до, примерно? Тут еще вопрос от того, что есть ночные смены, вечерние, праздничные и так далее. Нет, Саш, ты абсолютно беспринципный, нечеткий человек. Павел всем своим ответом не хочет говорить ответ, а ты этого не слышишь. Ну, давайте, ладно, скажу. Не-е-е, ты подлец, Саш, ты подлец. В среднем, в среднем, ну, грубо говоря, есть места, где люди зарабатывают по 50 тысяч рублей. Но, опять же, все зависит от уровня диспетчера, да, от классности его. Сколько он убил самолетов в прошлом году? Если 3, ну, 50, если 1, то 70. Третий класс, второй и первый, соответственно, зарплаты будут разниться. Так как я, там, диспетчер третьего класса, я примерно в среднем могу объяснить. Так, нет, что в свою не надо зарплату. Вдруг он услышит, родственники услышит, да. Родственники, да, могут услышать. Это не надо, это нам не нужно. Да, почему очень нужно, и многие даже интересовались, ждали этого выпуска. И я передаю всем большой привет, особенно жене, а то она очень обидится, потому что очень сильно просила. Как же жену зовут? Оля. Оля, привет вам. Привет, Оля. Шикарный у вас интересный муж. Потому что она даже потом с меня за это может спросить. Серьезно? Ну, в общем, в среднем зарплата может варьироваться от 40 до 120 тысяч рублей. Ого, диапазон в три раза, да? Ничего себе. Да, и, ну, справедливости ради могу сказать, что вот в нашем региональном центре, именно в Ростовском, районный центр больше всех зарабатывает. Ну, понятно. Ну, то есть там больше, наверное, самолетов. И загрузка работы. Да, именно пролет штук, в штуках, ну, грубо говоря, каждый самолет за пользование воздушным пространством платит деньги. Почти за сделку. А, условно говоря, в Питере, где много садятся, там, или в Москве, да, например, там, наверное, на взлете больше получится. Особенно, допустим, в Москве эта зарплата сразу как минимум в два раза вырастает. Москва очень сильно загружена. В Питере чуть больше, да, чуть больше, чем в Ростове точно. Ну, скорее всего, я, честно говоря, не знаю, хотя входит в категорию, там, еще по категориям аэродромы делятся, зоны делятся, по сложности, по интенсивности и так далее. Вроде как Ростов с Питером в один сегмент входит, но, как я слышал, вроде как все-таки, да, разнятся зарплаты. При этом, вот еще один вопрос, ты отучился, ты хотел учиться, у тебя целая династия, и тут все понятно. А реально такое, что ты отучился, получил вышку, стал авиадиспетчером, и тебя не взяли на работу? Не потому, что ты плохо знаешь свою профессию, а потому, что мест нет. Ой, да, такая история очень частая. И что делать? Ну, на самом деле, посоветую всем, кто попал в такую ситуацию, не останавливаться и искать. Потому, что вот расскажу, да, как раз историю из своего опыта. Отучился я вместе с парнем здесь, в Питере, он местный, ну, как из Луги. Вот, ушел он в армию потом, вот как раз история про колледж, то, что почему, чем чуть-чуть хуже для парней. Вот, но когда вернулся, начал пытаться устроиться на работу, там, с английским все в порядке, все, отучился, все, у него там и диплом есть, и готовность, и желание, и все, ну, как положено. Начал пытаться искать. Ближайший, ну, естественно, сначала в Питере. Пулково. Да, конечно, сначала в Санкт-Петербурге. Сладкие местечки. Ну, сейчас нет, там, через три месяца подойдешь. Через годик больше. Он, ну, не тратил время куда-то, по-моему, еще попробовал, еще, еще, еще попробовал. И по итогу в Ростов пробовал почему-то, ну, не знаю почему, где-то, может, нашел объявление, что требуется, или не знаю. Ему тоже нет, сейчас нет, нет, нет. Потом он позвонил опять кто-то из Санкт-Петербурга, что, а, вот, да, вы готовы, да, ну, давайте приходите. Когда? Ну, мы вам наберем. И опять не набрали. Вот. И по итогу, короче, вот, после, наверное, полугода вот этих всех терзаний, его позвали в Ростов, и он приехал работать в Ростове. То есть, к чему в виду, что, если что-то сразу не получилось, не забывайте, сегодня, там, не нужен, завтра понадобился. Потому что, как бы там ни было, есть диспетчеры, которые уже, там, к пенсии ближе подходят. Старенькие, да. Да, они уходят из-за здоровья, списываются из-за здоровья, кто-то просто захотел отдыхать уже и так далее. То есть, обновление-то, оно идет. И оно не обязательно, что вот есть приемные часы, да, то есть, чаще всего студенты закончили, и где-то в районе августа, приехав домой, там, в районе августа... Выпускаются. Ну, выпускаются там в июле, а приезжают пока домой, чуть-чуть отдохнули, и к августу уже начинают... Искать. Да, 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 во все инстанции звонить, трезвонить, типа, возьмите меня. Примерно август-сентябрь, это вот самые наборные месяцы. Но, тем не менее, есть и ноябрь, есть и февраль, когда берут. Ну, то есть, в любом случае, звонить, звонить, напоминать о себе, вот такая рекомендация. Ну, опять же, можно начать в каком-то одном месте, а перебраться в получше, да, набравшись... Да, да, да. Если ты там... То есть, надо просто хвататься и работать, работать, а у тебя уже опыт, и... Все верно, потому что очень многие также и хотят, чтобы в большой центр, в большой город, где там очередь стоит... Ну, это как в любой профессии, это не только диспетчеры, а вообще в принципе. А где-нибудь в Якутии там есть аэродромы, да, которые малонаселенные. Простая, конечно, никто не хочет ехать в Якутию. Да, и вот у меня одногруппница поехала, сейчас уже там три года работает, набирается опыта, что, может быть, когда-нибудь она решится переехать. Она хотела изначально, может, она на самом деле привыкнет и не переедет, я не знаю. Но была такая история, потому что где-то она попыталась, не получилось, вот началось такое. На Якутии нужны авиадиспетчеры. И последний, Саша, вопрос. Естественно, от главного сексиста страны, да. Ой, это я хотела спросить, сколько женщин авиадиспетчеров? Да, сколько, вот есть ли гендерные дела, или там 50 на 50, либо все-таки больше мужчин, потому что с чем-то связано, не знаю, с чем, с вот опять династией, либо с как устройством мозгами, не знаю. Короче, есть ли гендерное какое-то превосходство, в хорошем смысле этого слова, не превосходство в плане, а, я имею в виду, больше людей? Там мужчин или женщин в вашей профессии? Больше мужчин, да, больше мужчин, но нет какой-то... Понятное дело, что женщину никто не выгонит. Я имею в виду, вот в принципе, там, сколько процентов? Там 80% мужчин, или 60% мужчин, или... Ну, я бы сказал, да, да, наверное, 80-90, это тех людей... То есть 80 на 20, либо 90 на 10, ну плюс, я понял, понял. Примерно так, да, но в последнее время, как бы, ну, более охотно, там, и девчонки идут обучаться. Стираются, да, границы. Именно обучаться идут, то есть раньше учились, там... Только парни, да, сейчас уже девчонки, да. А сейчас уже, там, ну, плюс-минус 70 на 30, 60 на 40 именно в учебных заберениях. Соответственно, есть, там, и талантливые девчонки, это точно так же, как с пилотами. Раньше же вообще их почти не было. Сейчас очень много. Ну, в основном на вторых пилотах. Точно так же и диспетчеры. Ну, с чем связано, не знаю. Может, во-первых, непопулярная профессия, да, ну, то есть многие... Почему непопулярная? Потому что многие даже не слышат про это. А, это правда, вот после нашего подкаста. Да, потому что, во-первых, нужно слышать, что такое существует, да. Во-вторых, понять, а где это вообще? Куда бежать? Куда бежать, куда звонить и так далее. Кто-то не может себе позволить... Вот сейчас идет пора поступлений. Все вы обездес, печеры, девчонки. Да, кто-то не может себе позволить переехать в другой, чужой город, да. Ну, то есть тоже какой-то барьер для... Не надо бояться. Подцепите нужного парня, он вам устроит. Сейчас они уже более охотно идут и получают потом работу. И у многих получается очень даже хорошо. Вот просто интересно, да. Есть женский профессия, есть честно мужские профессии. Ну да, в среднем, наверное, 80 на 20, если вывести, наверное, сейчас такая статистика. Ну, Даня сказал, что это был последний вопрос, а кажется, что последний вопрос будет у меня. Твой план сбылся? Все, что хотел рассказать, рассказал? На самом деле, очень понравилась содержательность нашей беседы. Ну, я не знаю, больше я, конечно, говорил. А я думала, Даня. Вот, на самом деле... Это тебе так кажется, Павел, он объективен абсолютно. Да, 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 я как бы услышал то, к чему я был готов. Я, как я уже повторюсь, уже слушал вас и знаю, к чему я подготовился. На самом деле, я думал, как-то больше будет вопросов, и вы как-то... Это ребята подвели, я как мог старался. Ребята слабоваты. Спасибо тебе большое. Спасибо, что ты рассказал. Думаю, что было очень интересно. Очень интересно. Наши слушатели. Мне точно было интересно. Вот Даня подтверждает. Юля молчала и слушала. Значит, мне было интересно. Спасибо большое. Надеемся, что всем понравилось. Надеемся, что и тебе понравилось. Надеемся, что будешь слушать наш подкаст дальше. Спасибо вам. Спасибо, что позвали. Это очень приятно. И честь для меня. Я как уже в личном разговоре говорил. И на самом деле, да, если это повлияет на выбор профессии многих людей, кто-то услышал и кому-то понравилось. Ну, это же здорово. Значит, популяризация прошла успешно. Привет. Ты папе, маме передал родителям. Жене передал. Кому-то еще и с друзей, может. Всем передаю привет. Своим коллегам передаю привет. Потому что, наверное, многие услышат. Ничего себе. У меня самый лучший коллектив, смена. Так что всем большой, огромный привет. И всем, кто меня знает. Вам спасибо за такое шоу. И нашим слушателям. Да, и вашим слушателям обязательно. Ну и все. Ну и пока. Всем хорошего вечера. Или какое-то время суток, когда вы слушаете. Пока-пока. До свидания. До свидания. Всем хорошего полета. Субтитры сделал DimaTorzok